Что такое шпроты, пожалуй, знает каждый. И специалитет этот не обязательно знаком только лишь рожденному в Советском Союзе. Вне всякого сомнения, эти золотые рыбки, копченые масляные консервы и сейчас широко представлены на полках магазинов разной ценовой категории. Покупай и пробуй этот когда-то неизменный атрибут нашего праздничного стола. Здравствуйте, дорогие друзья! И простите великодушно, хотя почему бы и нет, за соблазн о шпротах не только рассказать. Да, шпроты – вид рыбных консервов. Первоначально они изготавливались только лишь из балтийского шпрота, под вида шпрота европейского, рода морских рыб семейства сельдевых. Но сейчас, когда от популяции балтийских шпротов практически ничего не осталось, выловили. Шпроты – это уже не определенная рыба, а способ приготовления любой рыбной мелочи. Тюлька, моего, салака, любая сельдевая молоть. Улов сортируется, перебирается, коптится с добавлением масла, консервируется. И вроде бы даже до сих пор, по большей части, вручную. Производство многократно пытались механизировать, но оказалось, руки накольщиц. Такая профессия движется гораздо быстрее любой машины. Связано ли с этим желание наше приготовить что-то подобное в домашних условиях? Да вряд ли. Некогда шпроты подвергались резкой критике из-за присутствия в консервах бензопирена – канцерогена, побочного продукта сгорания древесины, способствующего, так сказать, многовариативному нездоровью человека, чего только от него не бывает. Но и с использованием жидкого дыма все не так гладко, как хочется. Согласитесь, даже признание процесса и его деталей – консервы, в том числе и рыбные – всегда интрига. Вот и решилась приискать интересные варианты, чтобы с рыбками все было дешево и сердито, а моего в этом плане – отличное решение. И чтобы результат напоминал излюбленный продукт. А что ж, по-моему, все получилось. Как бы шпроты вашему вниманию, а, возможно, и пробе. Если захотите повторить. Как бы шпроты. Разморозить моеву, промыть, обсушить, потрошить, не потрошить – это по желанию. Сделать крепкую чайную заварку из черного чая с добавлением соли и перца. Остудить, процедить. Рыбу на противне или в форме залить растительным маслом и чайной заваркой. Отправить в духовку, разогретую до 150 градусов, на полтора часа. Осталось заметить, что нами приготовленный рецепт, равно как и оригинал, довольно калорийный. Моего рыба жирная, да еще и растительное масло. Но есть это все противнями, сковородками никто не призывает. А вот так, пара бутербродиков, да с зеленью, да с помидорчиком. Как славно, не передать. Приятного аппетита и все на сегодня. С вами была Жанна Соловьева. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok